Доброе утро, Бокертов. Этот материал для изучающих иврит на продвинутом и очень продвинутом уровне. Я покажу вам, как легко и просто строится будущее время пассивных глаголов уфаль, у которых вторая буква корня выпадает. При этом мы будем говорить только о глаголах в третьем лице он, она, они. Если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает теории, в описании к этому видео вы найдете рекомендуемые ссылки. Итак, я напомню вам, что глаголы уфаль, это пассивные глаголы от глаголов эфиль. И мы будем сравнивать для удобства, чтобы нам легче было все это запоминать. Я беру первый глагол эфиль, мефиц, мефиц это распространяет. Однокоренной глагол уфаль, муфац, распространяется. Или в обычной речи может быть как распространяемый. И теперь мы договариваемся, что будущее время этого глагола мы строим из настоящего времени. То есть я беру форму мужского рода, единственного числа настоящего времени, муфац. И то, что я сейчас сделаю, я просто буду менять приставку настоящего времени на соответствующую приставку будущего времени. Он будет распространен, юфац. Я добавил приставку ют, точнее поменял приставку настоящего времени на приставку будущего времени. Юфац. Он будет распространен. Она будет распространена, туфац. Они будут распространены Я добавляю приставку И окончание У меня стандартное окончание Я читаю Они будут распространены Теперь я обязан вас предупредить Что в языке Высокого стиля В формальном языке Может быть использована Форма будущего времени Они Когда речь идет только о женщинах И в этом случае у нас будет приставка ТАВ И окончание НА И я скажу ГЕНН ТУФАЦНА Они будут распространены Когда мы подчеркиваем Что речь идет о словах Женского рода Например Эти слова будут распространены Теперь в рамках этого материала Форму женского рода Во множественном числе В будущем времени В третьем лице Они Я не рассматриваю Так как в обычной речи Очень редко кто ее использует И в обычной речи Мы просто скажем Например ЮВЦУ Это будет И в форме мужского рода И в форме женского рода Они будут распространены Теперь я беру следующее слово МЕВИН МЕВИН Это ПОНИМАЕТ ПОНИМАЕМЫ Или ПОНИМАЕТСЯ МУВАН И теперь слово МУВАН Я строю будущее время Он будет ПОНЯТ И как бы его поймут По смыслу Он будет ПОНЯТ Дословно ЮВАН Она будет ПОНЯТА ПОНЯТА Не знаю как правильно по русски ТУВАН Ее ПОНЯТА Дословно Она будет ПОНЯТА Теперь в они ЮВНУ Мы скажем Они будут ПОНЯТЫ ЮВНУ Я беру следующее слово МЕХИН ГОТОВИТ ПОДГОТАВЛИВАЕТ МУХАН Это ГОТОВЫЙ Или ПОДГОТАВЛИВАЕМЫ ГОТОВИТСЯ ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ МУХАН Если это глагол И сейчас из этого слова Я легко получаю БудУЩЕЕ ВРЕМЯ Просто меняю букву М На соответствующую приставку БудУЩЕГО ВРЕМЕНИЯ ЮХАН Он будет ПОДГОТОВЛЕН Или он будет ГОТОВ ТУХАН Она будет ПОДГОТОВЛЕННАЯ Или она будет ГОТОВА ЮХНУ Они будут ПОДГОТОВЛЕНы Или они будут ГОТОВЫ Я беру следующее слово МЕЗИЗ МЕЗИЗ Это СДВИГАЕТ Соответственно МУЗАЗ Это будет СДВИГАЕМЫ ПОДВИГАЕМЫ СДВИГАЕТСЯ КЕМ-ТА И из этого слова Я получаю БудУЩЕЕ ВРЕМЯ ЮЗАЗ Он будет СДВИНУТ ТУЗАЗ Она будет СДВИНУТА ЮЗЫЗУ Они будут СДВИНУТЫ На всякий случай Я вам напомню Когда у нас идут два одинаковых звука подряд Как здесь ЮЗЗУ Мы добавляем еще гласный Э Чтоб легче было произносить Не ЮЗЗУ Мы скажем ЮЗЭЗУ Поднимает Отрывает от пола Или от земли Поднимает МЕРИМ УФАЛЬ глагол Это МУРАМ Поднимаем мы Или поднимается кем-то МУРАМ В настоящем времени И сейчас Из настоящего времени Мы получаем БудУЩЕ ВРЕМЯ Меняем МЕМ на ЮД ЮРАМ Это он будет поднят ТУРАМ Она будет поднята ЮРМУ Они будут подняты Я беру следующее слово МЕВИ МЕВИ это приносит Привозит Как бы доставляет Не важно каким образом МЕВИ подает Может быть МУВА Мы это переведем Как приводимый Приводится В настоящем времени Если это глагол МУВА И Из МУВА Мы получим БудУЩЕ ВРЕМЯ Он будет приведен ЮВА Она будет приведена ТУВА Они будут приведены ЮВУ Буква АЛЕВ Естественно Писать обязательно Это буква корня И мы слышим ЮВУ Они будут приведены Возьмем глагол МЕНЯХ МЕНЯХ Это кладет МУНАХ Укладываемый Как бы положенный Приведенный в состоянии покоя Я напомню вам Что глаголы Пассивные В иврите В настоящем времени В современном языке Могут переводиться Как прилагательные Или причастие То есть МУНАХ Укладывается Кем-то Или Положенный Приведенный В состоянии покоя И теперь Из этого слова МУНАХ Получим будущее время ЮНАХ Он будет положен Он будет приведен В состоянии покоя Как бы дословно Она будет положена ТУНАХ И они будут положены ЮНХУ Приставка ЮТ И окончание ВАВ Я очень надеюсь Что это было Не сложно И понятно Я также хочу Напомнить вам Что вы можете Приобрести у меня Книги По изучению Иврита В частности Тем кто на Продвинутом уровне Работает с документами Я очень рекомендую Иврит русский Юридический словарь Для заказа И дополнительной информации Пишите мне Адрес электронной почты Вы видите на экране Спасибо за внимание С вами был Марк Харах Лейт Раут До свидания